Василий Никитич Татищев История Российская Том 1 Часть 1 Страница 73 Глава 10 Причины разности званий народов Не можем мы сему удивиться, что у всех авторов народы и урочища разные и малосходные звания имеют. Оное, как выше сказал, могло от разных причин учениться. Первое. От того, что соседние и далеко лежащие, тем более иноязычные писатели, невнятно выслушав звания, неправильно писали. Например, «Татар» все европейцы неправильно пишут «Тар-Тары». В родословной Гибнеровой табеле русских положены имена такие, что немало насущие не походили. Так вместо Евдокии, Всеволод, Ростислав, Ирина, Кремль, Годунов положены Аттакеза, Сервалдус, Росиславус, Герния, Креммелин, Годинов и прочие. Вторая причина. Соседи дают областям и народам имена сами, о которых другие или тем самым народы не знают. Как в народах скифов и сарматов имена греческие и латинские. Да ближе можно видеть. Мы называем немцы, а они сами зовутся Теутш. Латини зовут Германи, французы – Алимани, финны – Саксалайн. Равный и о нас и других народах находим, которые имен никто без искусства в тех языках дознаться может. Третья причина. Многие не имеют таких букв, какие другой народ имеет. И выговорить не только написать не могут. Например, Ж и Ч. Латинисты и немцы правильно не могут. Например, вместо Житомир, Жукотин, Чернигов, Черкасы пишут Зитомир, Зукотин, Иукотин, Цернигов, Зыркасы и прочие. Отсюда следует вывод. Для понимания истории прошлого необходимо изучать труды отечественных авторов, а не только зарубежных. Например, труды Василия Никитича Татищева «История российская» и Михаила Дмитриевича Чулкова «Историческое описание российской коммерции» 1768 и 1781 годов издания соответственно. Благодарю за внимание.